Уже привычные солнечные будни Белгородцев разбавил вот такой хмурый пасмурный день и сразу хочется остаться дома и укутаться теплым пледом. Но эта история не про наших коммунальщиков. Ведь уже завтра, когда весеннее тепло вернется, мы с вами обязательно выйдем прогуляться по любимому городу. И благодаря сотрудникам Белгорблагоустройства улицы встретят нас своей чистотой. После зимы надо было привести город в порядок, надо было сделать кратчайшие сроки. Поэтому все к весне, чтобы к первому маю у нас уже был город в презентабельном виде. Плановые сезонные работы – это ямочный ремонт, уборка кладбищ, покраска бордюрного камня, покос травы и многое другое. Ежедневно в городе работает от 130 единиц техники. Три из них – автономные дорожные ремонтеры. Первый – это он производит очистку и высушивание данного полотна под воздействием сжатого воздуха. После чего он заполняет поврежденный участок битумной эмульсией с щебнем и завершает это выравнивающий слой мелкой фракцией щебня. При этом такой способ ямочного ремонта создает минимум неудобств для участников дорожного движения. Не нарушаются коммуникации, не перекрываются полосы, а ехать по отремонтированному дорожному полотну можно практически сразу. Еще один элемент уличной дорожной сети, который приводят в порядок весной – бордюры. Только одна бригада за рабочий день успевает покрасить более 2000 метров бортового камня. Покрывают его специальным дорожным составом, которому не страшны ни влага, ни перепады температур. От покрашенных бордюров город более светлый становится, белый. А у нас же белый город. Вы чувствуете, что свою руку прикладываете к тому, чтобы сделать его чище, красивее? Да, конечно. Мы же над этим работаем. Параллельно сотрудники БГБ и подрядные организации ухаживают за газонами. Траву косят в скверах, парках, вдоль уличной дорожной сети. Эти работы начали в прошлый четверг и теперь на протяжении всего летнего периода. Зеленые локации нашего города будут ежедневно преображаться. Анастасия Ильина, Сергей Щекалов, Белгород Медиа. Редактор субтитров А.Семкин.